Воспитание здорового и сильного поколения. Главная цель участника губернаторской премии «Мы рядом ради перемен» Павла Полетаева. Уже много лет он руководит секцией рукопашного боя спортивного клуба «Десантник». Да и сам является его выпускником. Когда я пришел заниматься в этот клуб, рукопашного боя еще не было. Было карате. И я здесь занимался в секции карате. Потом появился рукопашный бой. И как-то так вот сложилось, что с карате я перешел в рукопашку. Ну и занимался. Когда Павлу исполнилось 18, его наставник предложил спортсмену начать обучать новичков. Так из рядового воспитанника вырос тренер высшей категории. Десять лет назад к нему на занятия пришел Данила Мусорин. Сегодня ученик добился немалых высот в спорте. Завоевывал призы в первенстве Москвы, Московской области и даже России. Павел Владимирович в плане тренировок не дает нигде похалтурить. Он следит за каждым и очень сильно заставляет заниматься. И это очень хорошо. Потому что без этого никак. Если будешь халтурить, будешь проигрывать. Надо полностью выкладываться везде. Недавно участники клуба вернулись из Тульской области. Там проходили спортивные сборы. Программа была непростая. С самого утра тренировки. Ребята оттачивали приемы различных единоборств. От бокса до карате. Такие поездки популярны среди юных спортсменов. И эта вовлеченность не может не радовать тренера. Первоначальная задача, естественно, это воспитание спортсменов. Но помимо спорта еще идет задача забрать детей с улицы, чтобы они, так скажем, не занимались глупостями, а как бы развивались правильно и духовно, и физически. Все это стало главной целью проекта, который Павел Полетаев подал на премию губернатора Московской области. И сегодня ему удается ее достичь. Делится один из воспитанников. Ну, во-первых, я могу защитить себя, своих друзей, близких. Во-вторых, ну, я опыта набрался много. С детства, когда я узнал о том, что начали проводить первенство России, я очень загорелся желанием занять первое место и вообще поучаствовать там. У меня просто мечтой это стало. Начал усердно тренироваться. У меня это получилось. Не быстро, но спустя годы. Важной заслугой в этом спортсмен считает работу своего тренера. В этом году Давид второй раз подряд стал победителем первенства России. За 21 год работы Павел Владимирович вырастил не одно поколение победителей. И когда вот они вырастают, ну, берет гордость. Просто видишь, что работаешь не просто так, действительно идет на пользу. И когда ребенка приводят там 5-6 лет, 8, и когда он вырастает, ну, ты видишь, что работаешь не зря. Теперь Павел Владимирович стал еще немного ближе к победе в премии. Прошел во второй этап. Сейчас все зависит от решения жюри конкурса. Победные 50 тысяч рублей тренер планирует потратить на инвентарь для клуба. Лапы, перчатки и шлемы. Александра Столярова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Продолжение следует.